МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Солнечное затмение". Каким его увидел Петрозаводск? Теплый март и непредсказуемый лед на водоемах республики опасно. В Петрозаводске открылся дельфинарий, и морские артисты уже дали первое представление. Вы смотрите новости в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Сегодня жители Карельской столицы наблюдали редкое, практически полное солнечное затмение. На студенческом бульваре собрались сотни человек, чтобы не пропустить этот астрономический феномен. Если вы по каким-то причинам пропустили это необычное явление, не отчаивайтесь. Александр Лычагин расскажет и покажет, как это было. В полдень на студенческом бульваре было на удивление многолюдно. Сотни горожан пришли к знаменитой молекуле, чтобы посмотреть на самое большое солнечное затмение за последние 25 лет. Никогда не видели. Мне кажется, у нас такое вообще очень редко бывает. Ну вот, что-то ничего нет. Глубно, человек, я вообще не понимаю. Представители городского астрономического клуба «Астерион» установили на бульваре несколько телескопов, оборудованных светофильтрами, а также принесли с собой бинокль и специальные дискеты, которые активно переходили из рук в руки. Затмение наблюдали и народными способами – через пленку рентгеновских снимков и даже с помощью обычного кухонного дуршлага. В шесть минут первого луна стала постепенно заслонять солнце. Пик затмения пришелся на час дня. Полное затмение смогли увидеть лишь жители Крайнего Севера. К примеру, таким его наблюдали ученые, находившиеся на острове Шпицберген. В Петрозаводске луна закрыла солнце лишь на 73%, однако для наших мест и это большая редкость. С такой же фазой в Кадяле было затмение в 90-м году, а вообще полное солнечное затмение, оно будет в Петрозаводске только в 28-м веке. В 14.20 астрономический процесс завершился. Горожане получили массу впечатлений, а возможно даже почувствовали себя частью Вселенной. Солнечное затмение с такой большой фазой можно будет увидеть снова еще не скоро. В следующий раз это случится 20 апреля 2061 года. Поэтому, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал НЕКО+. В Карелию прибыл Рашид Нургалиев. В республике вновь обсуждают проблемы развития моногородов. 19 марта Карелию посетила большая делегация из Москвы. В республике состоялось выездное совещание рабочей группы по развитию моногородов. Карелию продолжают готовить к 100-летнему юбилею. Первую рабочую группу возглавляет заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. Вторую – заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. Представители рабочей группы посетили надвоицы. Я вам честно скажу, что когда мы сегодня летели, я разговариваю с Николаем Патрушевым, сектором комиссии. Очень большая ответственность. И мы должны ценить сегодня именно то, что такое внимание карели. Такое внимание сегодня непосредственно к надвоицам. Мы считаем, что отсюда может пойти точка роста. В надвоицах летом минувшего года стартовал проект создания промышленного парка, который разместится на площади 15 гектаров. Инвестором выступила компания «Пиностек Норд». Сейчас идет подготовка инфраструктуры. Прежде всего, это строительство котельной мощностью 45 мегаватт, которая будет отапливать как предприятие промышленного парка, так и поселок и надвоицкий алюминиевый завод. Сейчас к месту создания парка отсыпана часть подъездной дороги идет проектирование завода по производству стройматериалов из пеностекла. Пуск предприятия запланирован на 2016 год. Неожиданно теплая мартовская погода осложнила обстановку на водоемах республики. В 10 районах Карелии запрещен выход и выезд на лед. Закрыты транспортные ледовые переправы. Чем отличается весенний лед от зимнего и осеннего и почему он особенно опасен, рассказали сотрудники Карельского МЧС. Неожиданно нагрянувшая весна стала причиной непростой обстановки на водоемах в большинстве районов республики. Благодаря плюсовым температурам, разрушение снежного покрова и таяние льда в этом году началось намного раньше обычного. По словам сотрудников МЧС, в последние дни лед на озерах непрочен и совершенно непредсказуем. В республике закрыты практически все действующие ледовые переправы. В 10 районах приняты нормативные акты о запрете выхода на лед. Петрозаводского городского округа в этом списке пока нет. Однако в МЧС настоятельно рекомендуют на лед не выходить и тем более не выезжать. Вот проезжаешь по побережью, в губе Оневского озера рыбачки сидят. Если брать, исходя из законодательной базы, никто не может им запретить уходить на лед. Но в конце концов должно быть чувство самосохранения у каждого рыбака. С начала марта в воду провалились пять снегоходов. Пять человек были спасены. Один рыбак так и не вернулся домой. Весенний лед очень коварен. Тем более вот теперь. Говоря о весеннем льде, собственно говоря, надо иметь в виду, что его опасность заключается в том, что этот лед никаких предупреждающих знаков о том, что он будет ломаться, не подает. Вот зимний, осенний лед, они предупреждают об этом. Весенний лед, он просто разрушается. Сотрудники ведомства просят горожан быть осторожными, не выходить на озера в период оттепели, а понятие «весенний лед» и «опасность» считать синонимами. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал Ника+. Сложная ситуация во внешней политике и колебания валютных курсов вынудили туристов обратить внимание на российские места отдыха. Вместе с тем, обвал рубля сделал для иностранцев особенно привлекательными поездки в Россию и в Карелию в том числе. Поток туристов вырос на 10%. В прошлом году Карелию посетили около двух миллионов человек. Во всяком случае, так заявляют официальные лица. Впервые за многие годы число посетивших республику увеличилось не за счет пассажиров круизных судов, диких туристов и транзитных посетителей, а благодаря именно туристам в классическом значении этого слова – гостям, которые провели в Карелии несколько дней с размещением в гостиницах. На протяжении длительного периода Карелия удерживала одну из лидирующих позиций среди российских регионов по общей туристской привлекательности у отечественных туристов, рассказал Валерий Кирьянов. Но именно в 2014 году республике удалось вырваться на первые места в рейтингах по зимним и активным видам туризма. И это при том, что республика не использует до конца свои ресурсы. Владельцы маломерных судов, может и хотели бы получить лицензию на коммерческую деятельность, но закон не позволяет. Вот одно из абсурдных требований, которое мешало получить лицензию, это, например, вот проведу пример, что для того, чтобы осуществлять коммерческую деятельность на маломерных судах, необходимо иметь пассажирское свидетельство, это для получения лицензии. Но пассажирское свидетельство выдают всем судам, кроме маломерных, вот такой замкнутый круг. В команде фестиваля «Воздух» серьезное пополнение. Более сотни молодых людей уже изъявили желание поучаствовать в подготовке главного музыкального события этого лета. На встрече оргкомитета фестиваля с волонтерами, которая прошла во Дворце творчества детей и юношества, побывала наша съемочная группа. В Петрозаводске прошла первая в этом году большая встреча с теми, кому суждено сыграть, пожалуй, самую важную роль в организации фестиваля «Воздух». Во Дворец творчества пришли более сотни молодых людей. Все они разные, у каждого свои интересы, музыкальные предпочтения и вкусы. Объединяет их одно желание стать волонтерами, а значит, друзьями и единомышленниками. Среди них немало опытных участников «Воздуха», а также тех, кто впервые подошел к дверям большого фестивального мира. Мы неравнодушны к музыке и считаем, что этот фестиваль дает нам много нового. Это очень интересно и большой круг знакомых сразу появляется. Весело помогать и просто весело быть на фестивале. Чувствуешь себя чем-то таким, частью какого-то дела большого. Как рассказали организаторы фестиваля, «Воздух» делают не только его идеологи и артисты. В первую очередь, это детище волонтеров. Без помощи волонтеров, без их участия, без их хорошего настроения, фестиваль «Воздух» не просто бы не состоялся, как сам факт мероприятия. Он еще не был бы столь добрым, столь чистым, он не был бы столь домашним, как он является сегодня. Информацию о том, как стать участниками главного музыкального события этого лета, можно узнать на сайте воздух.инфо. Сегодня в Петрозаводске открылся дельфинарий, и морские артисты уже дали первое представление. Зрителями благотворительного выступления от торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» и «Московского дельфинария» стали дети из малообеспеченных семей и реабилитационных центров Петрозаводска. Гоша – один из артистов дельфинария. По человеческим меркам, ему лет 17-18, но размеры впечатляют. Очень подвижный и с характером, как и любой подросток. Бывает, что очередной город, куда приезжают с гастролями, может не понравиться. У нас был такой момент, когда мы приехали в Мурманск, начали работать. Гоша – как бы северный житель, наш белый кит. Ему не понравился город, где магнитные условия какие-то, они их хорошо чувствуют. И он просто висел возле своего домика и всем своим видом показывал, что я вот сейчас не хочу, я хочу отдыхать. Два брата-акробата – Одиссей и Эрвин. В их арсенале целый набор трюков. Удивительно, но выдерживают четыре выступления в день. Важно в дороге, пока переезжают из города в город, создать комфортные условия. Мы едем всегда вместе в одной машине, в одной ванной, так сказать. Это огромная такая емкость с водой. То есть мы там плаваем, играем, мячики, обручи. Все, что происходит здесь, происходит и там. Это наша традиция, то есть организовывать в каждом городе благотворительное представление. Перед тем, как начать, так сказать, уже работу свою, мы приглашаем всех детей, так сказать, из детских домов. Ну, все слои населения, которые не могут позволить себе сходить за деньги. Не забываем хлопать, встречать, свистеть, ведь мы начинаем! Мы начинаем! Выступления не могли пропустить представители городской администрации и руководство Лотос Плазе. Но главные зрители все-таки дети. Ты раньше видел Дельфина? Нет. Как тебе? Понравилось? Очень. А что больше всего понравилось? Какой номер? Мне все вроде понравилось, все очень. А еще они пели, танцевали и играли. Такого Петрозаводск еще не видел. Представления продлятся до мая. А если поток желающих увидеть этих умных животных не иссякнет, Дельфинарий останется и на лето. Это были новости. В студии работал Александр Гнетнев. До новых встреч и приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова